Командный чемпионат России Командный чемпионат России Командный чемпионат России Командный чемпионат России страны. Москва, кроме вышеназванной Санкт-Петербурга, то есть это у нас Москва у мужчин и получается там есть и Краснодарский край, и Московская область, наверное, будут бороться. Так что посмотрим. Насколько плотны, скажем так, командные рейтинги участников среди мужского и женского состава? Ну, все 16 команд не могут быть одинаковы, вот, поэтому, наверное, получилось такое небольшое расслоение, я бы сказал бы, что где-то пополам, то есть вот сейчас первый матч 1-8 финала в женских соревнованиях идут, и как раз они доказывают мои слова, ну, тут, наверное, как бы рейтинг тоже налицо, то есть именно вот где восьмерка отделится одна восьмерка от другой, здесь матчи довольно-таки быстрые, все предсказуемые, можно сказать, вот, то есть и заканчиваются, соответственно, практически все со счетом 3-0, вот, а вот дальше в этих восьмерках, наверное, те, кто имеет высший рейтинг, они все равно являются фаворитами, но уже, как вы сказали, более плотная ситуация в плане рейтинга, и, соответственно, наверное, больше шансов на какие-то сенсации. Такой вопрос, как я понимаю, Федотов и Никулин, они также не примут участие в личных соревнованиях, есть ли еще какие-то неожиданности по доезду-недоезду среди игроков в личных соревнованиях? Ну, остальные, наверное, недоезды единичны, единичны, наверное, у женщин стоит отметить, что пока не приехала на соревнования Екатерина Гусева, то есть это, ну, может быть и не топовый игрок, но игрок, скажем, первой двадцатки, наверное, нашей страны, вот, которая всегда может тоже попортить нервы любому из соперников и команда Нижегородской области, хоть она и укомплектована, там у них есть и Абрамян, и Воронина, и Чернова, но, наверное, не отказалась бы, чтобы если Гусева была бы в строю. По ее участию в личных соревнованиях, ну, есть пока вопросы, то есть она не приехала из-за болезни, поэтому сможет ли она прибыть сюда завтра к моменту, как бы, регистрации участников в личных соревнованиях, мы, наверное, узнаем только завтра. Ну, и вопрос такой, который многих волнует. Какие процедуры предусмотрены в плане контроля ракеток? Контроль ракеток у нас, как на протяжении, наверное, уже последних лет, то есть он не происходит на химические растворители, то есть на органические, значит, добавки, то есть у нас есть только контроль про толщину, выпуклость ракеток повреждения, то есть именно вот это проверяют судьи, то есть ракетка должна быть, накладки должны не превышать максимальную толщину, которая для них фиксирована, ну и, соответственно, быть целостными, то есть не побитыми, не стрещенными, не ободранными, то есть это основное требование. Ну, мы, конечно же, еще раз возьмем интервью Александра Валерьевича. Хотелось бы пожелать вам, скажем так, спокойного штатного прохождения всех мероприятий, соревнований. Как мы знаем, Чемпионат России – это главное соревнование российского календаря и хотелось бы здесь уже, чтобы все было полностью под контролем главной судейской коллегии. Здесь главное, чтобы не выходило из-под контроля, да, чтобы спортсмены, соответственно, тоже понимали уровень и статус этих соревнований, чтобы у них эмоции не перехлестывали за грань дозволенного. Поэтому я надеюсь, что будет нормально, наверное, спортсмены у нас адекватные. Спасибо, это был Александр Валерьевич Александров.